Я буду как Юра Дудь. Спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Поехали. А почему ты такой сонный? Глеб, Глеб, Глеб. Такое имя странное для разработчика. Не уверен, что подходит. Давайте проверим, чего он стоит. Всем привет. Меня зовут Влад. Я все еще работаю в компании What the Flutter. И сегодня у нас второй выпуск VTFA Interview. Я напоминаю, что VTFA Interview – это формат, в котором мы приглашаем Flutter разработчиков различного уровня, от junior до senior, пройти онлайн собеседование по Flutter. Сдаем им сложные и простые вопросы и проверяем, действительно ли наши гости соответствуют заявленному уровню. И сегодня у нас в гостях Глеб. Это Middle Flutter разработчик. Сегодня он будет защищать свой уровень. Привет, Глеб. Давай с тобой познакомимся. Меня зовут Влад. Я работаю HR-директором в компании What the Flutter. И сегодня я буду проверять твои скиллы по Flutter. Можешь немножко рассказать нашей аудитории о себе? Привет, Влад. Получается, я работаю в компании What the Flutter. Работаю уже достаточное количество времени. Также с самой технологией Flutter уже тоже знаком. Тоже на ней достаточно долго уже разрабатываю. Вот. Надеюсь, сегодня я смогу подтвердить свои знания медла. Вот. Поэтому, в принципе, я заряжен энергией и, в принципе, готов отвечать на твои вопросы. Это круто. Круто звучит. Раз готов отвечать на мои вопросы, тогда погнали. Чего тянуть-то? Я напоминаю то, что у нас в интервью пока что в текущем формате в это интервью два модуля. Это Dart, потом Flutter. И начинаем мы, как обычно, с Dart. Первый вопрос. Глеб, расскажи, пожалуйста, что для тебя язык Dart? Насколько ты считаешь этот язык приспособлен для современного мира разработки, мобильной разработки, Flutter разработки? Как ты к нему в целом относишься и что про него знаешь, если вкратце? Ну, я отношусь к Dart максимально положительно. Вообще, что касается самого языка Dart, я вообще начинал программирование с Java. То есть я обучался языку, самый первый мой язык, который я подозревался, был Java. И вообще переход на Dart был достаточно простым. Первое, что самое классное в Dart, как на мой взгляд, это простота обучения. Он похож очень на многие языки, и что мне нравится, то, что в нем много есть фич, которые, по сути, своей облегчают жизнь программистам. Он максимально приспособлен для Android разработки, ну, для мобильной разработки максимально. То есть там есть, по сути, свой специальный механизм, который ускоряет именно процесс разработки. На это он и был настроен. То есть вообще, если говорить, это же язык Dart, он от компании Google. Вот, он изначально пронялся как замена JavaScript. Но что-то пошло не так. Но вот по итогу в дальнейшем от компании Google также будет разработан сам феврор Flutter. И в нем решили использовать язык Dart. И, как на мой взгляд, он там просто максимально приятно выглядит, максимально с ним удобно работать. Привыкаешь очень быстро к его конструкциям, к его возможностям. И поэтому в моей повседневной разработке я его, ну, очень удобно им пользуюсь. То есть прямо одни положительные эмоции. Окей, хорошо. Давай затронем такой аспект, как Dart с точки зрения ООП. Dart хорошо приспособлен для ООП или плохо? Что в нем есть, чего в нем нет из стандартного такого мира ООП? Ну, на самом деле, что первое бросилось в глаза, вот, очень быстро, когда, особенно после Java, это нету отдельного слова для интерфейса. То есть суть в том, что там, по сути своей, немного по-другому это сделано. То есть если мы хотим сделать чистый интерфейс, то мы должны объявить там абстрактный класс. А ключевого слова интерфейс у нас в Dart нет. Также из нового там есть такая возможность, как миксины. То есть благодаря и ним мы можем обходить проблему наследования, с которой мы сталкиваемся. То есть, например, если мы хотим давать какую-то функциональность, но мы не хотим делать ее через наследование, мы можем использовать миксины. Это такие специальные объекты, которые просто расширяют как дополнительный модуль для нашего класса без использования напрямую наследования. Вот. Ну и также, понятное дело, стоит упомянуть касательно ООП, это модификатор их доступа, то, что на данном этапе, на данном этапе видимость есть только приватная, либо же на уровне библиотеки. Вот. А, например, в той же Java есть Protect, TED, Public, Private. То есть чуть больше набор для управления этим. Вот. Это, ну, я думаю, со временем это исправится. То есть со временем это язык будет еще развиваться, это уйдет. Вот. А во всех остальных аспектах он очень похож, и он дополняет, он исправляет какие-то ошибки, он не идет, не наступает на те же грабли, как и другие языки, он их старается обходить. Вот. И, например, на самом деле миксины редко ими пользуются, но все равно идея как дополнительная функциональность, как, на мой взгляд, очень классная и очень удобная. Как-то так. Окей, спасибо. Достаточно такой полный ответ, я бы сказал. Давай продолжим говорить про ООП. Поговорим немножко про ООП не в контексте Дарта, а в целом. Все-таки нужно проверить, знаешь ли ты ООП. А можешь назвать принципы ООП, которые тебе известны? Ну, мне известны, ну, мы начнем с самых основных. Это наследование, инкапсуляция, полиморфизм. Это три все-таки, я выделяю три как основных. И также еще в наше время выделяет четвертая как абстракция. Вот. Но я все же придерживаюсь именно трех основных. Это полиморфизм, инкапсуляция и наследование. Вот. Если говорить о каждом из них, то, по сути, своей... Ну, с чего начнем? Ну, давайте начнем с наследования. Наследование – это такой механизм, по сути, своей, который нам позволяет создавать новые классы на основе уже существующих. То есть, предположим, у нас есть какие-то классы с какой-то определенной методами и данными. Вот. И нам нужно их расширить на основе уже существующего. По сути, своей, этот механизм нам позволяет писать меньше кода. Вот. И при этом выстраивать какие-то иерархии и зависимости между ними. Вот. Но суть наследования в том, чтобы создавать новые классы на основе уже существующих, дополняя, либо же как-то изменяя. Дальше говорим про полиморфизм. Полиморфизм, по сути, своей полиморфизм – это многообразие форм, которые может принимать объект. То есть, по сути своей, о чем это говорит? У нас есть различные методы, и у каждых из методов может быть свое поведение. То есть, предположим, мы можем говорить разные слова. То есть, мы, предположим, у нас есть какое-то живое существо. Предположим, у нас есть, там, предположим, собака, человек и кот. Пускай будет так. Такая иерархия исследования. Каждый из них может как-то по-своему говорить. Человек будет говорить какие-то слова, собака будет лаять, и кот будет мяукать. Вот это и есть различные, ну, одно из проявлений, многообразие форм, то есть, как может видоизменяться объект. Вот. То есть, его поведение. И инкапсуляция, тут стоит сказать, что есть две трактовки инкапсуляции, по сути своей, а именно первая говорит о том, что она нужна для того, чтобы связать данные и поведение. А это осуществляется за счет таких вещей, как геттеры и сеттеры. По-другому, вот. И по сути своей, это первая трактуровка, а вторая, это для того, чтобы скрыть реализацию от, ну, сокрыть реализацию. Вот. И таким образом, по сути своей, я считаю, что обе трактуровки без друг друга жить не могут, они обе равнозначны. Одно вытекает, по сути своей, из другого. Вот. И таким образом, пример инкапсуляции много могут быть, не только геттеры и сеттеры. Например, мы заинкапсулировали в классе какие-то данные, какие-то методы, это уже инкапсуляция. Потом мы, например, в том же Дарте можем использовать внутри функции, создавать другие функции. Мы также инкапсулировали эту функцию внутри другой. То есть, по сути своей, это различное проявление инкапсуляции, но это если говорить уже о самом Дарте. Окей, хорошо, спасибо. Есть такой механизм в разных языках, и меня интересует, есть ли он в Дарте. Называется дженерик типы или дженерики. Скажи, пожалуйста, что ты знаешь по этому поводу? Да, конечно, дженерики есть. Ну, можно начать вообще с самого конца, когда-то дженериков... По сути своей, почему они появились и что это такое? Да. Благодаря дженерикам мы можем создавать шаблоны, шаблоны классов. То есть, предположим, чтобы, опять-таки, почему появились дженерики, какую проблему они решали, не решали проблему переиспользования кода. То есть, предположим, у нас есть какие-то структуры данных, у нас есть, предположим, список. Но у нас список может быть разных типов данных. Он у нас может быть и строк, а может каких-то своих пользовательских объектов. Была проблема такая, что, по сути своей, нужно было как-то, чтобы не создавать на каждый список отдельно, а каждую его реализацию, дженерики прекрасно подходили. Когда-то за это отвечал класс Object, то есть если уходить вообще в развитие программирования. Но с классом Object были проблемы, поскольку от Object в ООП практически все языки, в которых строилась ООП, у них базовым классом был Object. И в чем проблема была, создавая листы Object? Не было проверки типов. То есть ее приходилось все время добавлять, и таким образом код становился слишком излишним. А дженерики решали эту проблему таким образом, когда мы его создаем, класс наш лист с определенным дженериком, нам больше не нужно прописывать проверку или приводить тип Object к тому, которому нам надо, и решались очень многие проблемы. Вот. Ну, по сути, как-то так. Окей, спасибо. Спасибо. Идем дальше тогда. Поговорим еще немножко про ООП, а именно про принципы Solid. Единственное то, что про все принципы говорить не будем. Я думаю, что на своей позиции ты достаточно неплохо про них ответишь. Давай поговорим про два последних, чтобы не терять время. Про I и D. Можешь рассказать, что за два принципа? Получается I и D, интерфейс segregation, это I, и dependency injection. Нет, dependency inversion, по-моему. В общем, суть в чем? Первый про I. Суть в том, что лучше много маленьких интерфейсов, чем один большой. Почему? Суть в том, что если у нас есть один большой интерфейс, в котором определены какие-то методы, то потом, предположим, нам понадобилась только часть методов, которые есть в этом интерфейсе. Но при этом у нас есть только один большой. Если мы его реализуем, то мы должны будем дальше производить эти же методы, а предположим, нам другие не нужны, тогда мы просто ставим какие-то заглушки. А вот если бы у нас было несколько маленьких интерфейсов, ведь по сути своей мы можем сделать реализацию нескольких интерфейсов, сделав их, разделив по ответственности, то есть разделив как-то обяности между ними, нам было бы просто проще и удобнее, наша система была бы более гибкой. И буква D. Суть в том, чтобы не было зависимости на реализации, а были зависимости на абстракции. То есть что это нам дает, это на самом деле очень важный принцип. Он нам дает то, что у нас есть какие-то, опять-таки, абстрактные классы или же интерфейсы, и у нас есть только структура. А реализация, она уже зависит от стека-технологий, которые мы используем, от фреймворков, которые мы используем, и от библиотек, которые мы подключаем к нашему приложению. Таким образом, именно определяя только структуру, мы можем вставлять разные обработки кода. Окей, хорошо. Давай тогда перейдем к нашему блицу по дарту. Я сейчас расскажу, в чем заключается блиц. Блиц заключается в следующем. Я тебе говорю ключевое слово языка, и ты говоришь, если оно есть в языке, ты буквально двумя-тремя словами говоришь, зачем оно нужно. Вот, например, if. Ты говоришь, есть такое слово, нужно для задания условий, ветвления условий. Вот вкратце, мы там друг друга поймем, я думаю. А если слова нет, просто говоришь, что такого слова нет в дарте. Готов? Да, готов. Окей, тогда поехали. Кейс? Нет. Почему? Ну, нет такого ключевого слова. У нас есть класс, ну, это если говорить про флаттер, но ключевого слова кейс у нас в дарте точно нет. А как сделать ветвление свитч-кейс в дарте? Ой, я неправильно тебя понял, да. Я, мой английский, да, кейс есть, да, я понял, о чем ты говоришь. Я, он, одна из конструкций, да, для того, чтобы если в каком-то условии мы с ним совпадаем, то тогда мы в него попадаем, да. Окей, идем дальше. Следующее слово – это while. Да, есть, это стандартный цикл, до тех пор пока. Окей, да. Хорошо, следующее слово – это слово late. Да, есть такое, оно появилось одно из последних обновлений, суть его в том, что мы можем инициализировать объект чуть позже, суть его в этом. Окей, да. Хорошо, следующее слово – это слово with. Yeah, есть, оно нам нужно для того, чтобы была возможность реализации импсинов. Ну, классно. Окей, хорошо. Следующее слово – это слово external. Да, оно есть, есть слово external, оно используется в основном в библиотеках. Оно нужно, я не помню, мне не приходилось с ним именно работать, но оно точно есть, я его видел в файлах самого флатера, то есть поднутри. Но для чего именно оно нужно, я не помню. Да, действительно, такое слово есть. Слово external нужно для того, чтобы в библиотеках как раз пометить то, что реализация конкретного метода будет не на языке Dart, а где-то еще. То есть, например, external можно видеть много в фреймворке, в том числе и от Dart, так как реализация метода идет на уровень либо движка, либо, ну, потом пробрасывается до эмбеддера, то есть не написано напрямую на Dart. Окей, хорошо, идем тогда дальше. Следующее слово – это слово yield. Да, есть такое ключевое слово yield, оно позволяет нам писать функции генератора, оно очень часто встречается в асинхронных операциях. Хорошо, следующее слово – это слово open. Нет, такого нет слова ключевого. Окей, такого нет слова ключевого, хорошо. Следующее слово – это слово type dev. Да, есть такое ключевое слово, оно нужно для того, чтобы, например, создать какое-то имя, другое, переопределить имя, например, уже у существующего класса, либо же создать свое для функции какой-нибудь, как, например. Окей, хорошо. Ну и давай что-нибудь последнее, последнее слово будет слово late и need. Нет, такого ключевого слова нет. То есть у нас уже есть ключевое слово late, и оно нам поможет выполнить то, о чем ты говорил. Хорошо, Blitz закончен, давай пойдем дальше, перейдем к секции про null safety. Как у тебя дела с DART 2.0 и с null safety? Ну, пока на моем опыте, поскольку доработаю с Flutter достаточно уже давно, null safety появился недавно, прям сказать, что я прям его совсем пощупал, то нет. То есть, да, есть на новых проектах, на которых я с ним уже потихонечку внедряя с ним, знакомлюсь. Я, по сути, знаю о такой концепции, но прям, чтобы много с ней работало, еще пока нет. На данном этапе либо же вот, если приложение стартует с нуля, то, в принципе, нормально, приятненькая штука, а либо же надо, чтобы нам, например, уже и старое предложение и поддерживать, то есть потихоньку переходить на него. Касательно самого null safety, ну, у меня только положительные эмоции, это круто, потому что, во-первых, язык DART развивается, это самое главное. То есть самое главное, что он не стоит на месте, и круто, что он просто берет все самое лучшее в этом мире, что есть, и пытается допиливать свой язык. То есть сама концепция null safety, как на мой взгляд, она нужна, она помогает, она немного, она, во-первых, стандартизирует наш код, она заставляет нас не забывать об очень важной ошибке, ошибки на миллион, по сути, свои ошибки в null, вот, и то, как оно реализовано в DART, оно, ну, например, оно же было и в Kotlin, и, по сути, свои, поскольку был опыт у других языков, DART его перенял и тоже у себя его реализовал. А ты вот упомянул то, что null ошибки также называются ошибки на миллион, а можешь сказать, почему? Ну, просто когда ты читал такие статьи, насколько я помню, была какая-то история, и получилось так, что из-за одной ошибки null в бизнес, ну, были проблемы в бизнесе именно, и по итогу из-за этой именно ошибки были большие потери, очень большие, и также не стоит забывать, что null ошибка, она, ну, особенно когда ты пришел из мира Java, там большинство ошибок, они приходят как null pointer exception, то, в принципе, поэтому называют ее ошибку на миллион, потому что она очень часто встречается, и неважно на каком уровне программист, и как на junior, на middle или senior, то есть иногда просто приходит null, и ты такой, а, откуда вы? Вот, и благодаря null safety можно избежать этой вещи, то есть до этого же даже придумывали какие-то обертки, хотели, чтобы избавиться, в принципе, от null, оборачивали в какие-то классы, чтобы не приходил именно сам null, а приходила какая-то ошибка, вот, то есть поэтому это очень важное, в принципе, само программирование момента. А вот что касается избежания ошибок с null pointer exception при Dart 2.0 null safety, на 100% ли нас защищают null safety от избежания null pointer exception в нашем коде? Я бы сказал так, все зависит от того, насколько программист пишет код. То есть сам null safety сделан так, что если мы используем только классы, которые not nullable, то есть без знака вопроса, то, в принципе, словить null будет практически невозможно. Но не стоит забывать про пэнк-операторов, которые мы можем тоже использовать, мы можем сказать о том, что мы точно знаем, что, например, здесь nullа не будет, то есть мы как программист просмотрели этот момент и уверены в том, что здесь его не будет. Но мы могли ошибиться, и поэтому мы тоже могли словить null. Поэтому я считаю, что правильным ответом на этот вопрос будет именно все из-за того, как мы пишем код. То есть сама инфраструктура для этого готова. Да, если ты, по сути, не используешь знак вопроса, ну, то есть перед объявлением класса, то есть там string вопрос или int вопрос, то словить null невозможно практически, ну, нереально просто. А вот если ты начинаешь, если тебе уже нужно добавлять это, то есть когда тебе нужны not nullable, и ты добавляешь те же бэнк-операторы или еще какие-то проверки, то тут уже все зависит от того, как ты написал свой код. Окей. Хорошо, спасибо. Думаю, в null-safety углубляться не будем. Еще есть интересная тема, которую можно обсудить по Dart. Это стилистика написания Dart кода, потому что это очень важно для проектов. Поэтому давай поговорим немножко про стилистику. Первый вопрос такой вводный, простой. Можешь рассказать, по каким правилам в Dart именуются классы, именуются методы, именуются константы и именуются файлы с Dart кодом? Так, ну, начнем с файлов. По сути, свои названия у нас название такое. У нас, получается, через нижнее подчеркивание все файлы именуются. То есть если у нас несколько слов названия файла, то они разделяются только нижним подчеркиванием и нет за больших букв. Это название файлов. Потом название классов, оно начинается за большой буквы. И по сути, свои camel case. Вот. Это название самих классов. Потом название переменных у нас начинается с маленькой буквы, а потом идет большая буква. А потом что-то еще упомянул у функций. У функций то же самое, как и у переменных. Вот. Вроде бы все. Константы еще. А, да, константы. Да, константы, вот, например, тоже то, что отличается от Java. Если в Java у нас назывались они, получается, с большой буквы и нижним подчеркиванием, то здесь, в Dart, там по-другому мы начинаем. Мы пишем их с маленьких букв и разделяем тоже нижним подчеркиванием. То есть они не пишутся все время большими буквами. Окей, хорошо. Можно ли в именовании классов или методов использовать аббревиатуру? Да. Ну, да, использовать можно. То есть тут другой вопрос стоит в том, насколько это целесообразно. То есть, предположим, мы разрабатываем какую-то систему, и если эту аббревиатуру знает наша команда, то есть все понимают, что это за аббревиатура, то да, мы можем ее использовать. То есть мы можем написать название вообще какое угодно. Тут нужно рассматривать с точки зрения того, чтобы наш код был понятен, и другие программисты, которые с ним работали, тоже его понимали. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, можно ли в имени методов использовать слово GET для именования методов? И что считают разработчики Dart по этому поводу? Ну, по этому поводу они считают, что лучше стараться вообще избегать этого. Почему? Потому что GET, по сути, во-первых, он слишком абстрактный. Мы можем получить все, что угодно. Это не до конца нам показывает, что именно может вернуть на функцию. Это первое. Второй момент. Не стоит забывать в Dart, само по себе GET – это ключевое слово в классе. Мы можем определять свои GET для наших полей. И иногда это может быть просто избыточно. Ну, и сам стайл-код в самом Dart говорит о том, что лучше избегать названий GET, используя какие-то другие. То есть, предположим, если мы будем работать с каким-нибудь сервером и что-то с него брать, то лучше использовать тот же fetch, например, date какие-то или еще что-то. Но GET по максимальному... Ну, максимально избегать его именования. Окей. Следующий тогда вопрос – это вопрос по тому, как правильно именовать свойства, которые являются булин, то есть, которые являются булами и возвращают либо true, либо false. Вопрос конкретно в следующем. Разрешено ли по стайл-гайдам Dart именовать свойства, как отрицательные свойства? То есть, например, is not empty или is not added, например. Добавлено, недобавлено. То есть в отрицательном контексте разрешено ли именовать свойства? Насколько я помню, по-моему, этот момент вот именно стандартизируется сам под стайлом, и он говорит, что лучше называть не из нот, а как-то изменять, чтобы был только из, потому что они сами свои, вроде бы, библиотеки старались избегать из нотов и называть методы только начиная с is. Это, насколько я помню. И я тоже... А если в стринге, да, в стринге есть у нас класс, в дарте, у нас же есть такой метод is not empty, стринг. Да, да, я помню, да, он и в листе есть, там тоже есть is empty, is not empty. Тут, я думаю, что тут уже другой, нужен ли нам этот функционал. То есть, почему, например, в списках определенно этот метод есть is empty, is not empty? Потому что, например, в списках нам нужно часто проверять как на пустоту, так и не на пустоту. И поэтому для этого сделаны отдельные методы. То же самое со строкой. Я так это не вижу. Окей, тогда я думаю, что это был последний вопрос по дарту. Перейдем тогда к флаттеру. По флаттеру поговорим. Начнем со следующего вопроса. Первый мой вопрос – это на какие архитектурные слои делится флаттер? И зачем нужен каждый архитектурный слой? Так, ну, всего слоя три. У нас это фреймворк, энджин и эмбеддер. Что стоит отметить по каждому? Сам по себе слой фреймворка. В нем находятся наши основные классы, с которыми мы в основном работаем. Там Купертина, Материал, то есть то, на чем мы пишем наш код. Да, то, с помощью чего мы пишем наш код. Потом энджин – это, по сути, вся внутренняя кухня. Сам по себе энджин написан на C, C++. То есть это то, что происходит под капотом, то есть как происходят обработки различного рендеринга. И то есть это вся внутренняя работа самого флаттера. И эмбеддер, по сути своей, вот он единственный, кто зависит от специфики. Да, забыл сказать, фреймворк, он написан, ну, там язык дарт сам. А вот эмбеддер – это, по сути, своей встраиватель. То есть он зависит от платформы. То есть он нужен для того, чтобы нам встраивать наш код дарт под различные платформы. Под iOS и под Android. Например, iOS – это будет Object C, либо же Swift. А под Android – это будет код ренджала. А вот интересует эмбеддер, да, и говорят, что в эмбеддере есть какие-то потоки системные, которые необходимы флаттеру для работы. Можешь назвать, это такой сеньорский уже больше вопрос, можешь назвать, какие там вообще есть потоки, и зачем нужен каждый поток? Да, я слышал об этом, но нет, я не смогу сказать. Я слышал об этих потоках, да, их всего четыре, по-моему. На уровне дарта они по итогу переходят в один, то есть у нас же дарт однопоточный. А я слышал об этих четырех потоках, но называть каждый из них нет, я не смогу. Окей, ну, на уровне дарта у нас просто дарт работает в одном потоке, да, который фреймворк, то есть то, с чем мы взаимодействуем. На самом деле, само это приложение запрашивает от операционной системы четыре потока. Кстати, почему я задал этот вопрос? Потому что у нас ответ на этот вопрос был в нашем канале, PlatterWTF, так что если вы тоже не знаете ответ на этот вопрос, то обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал и посмотрите, что там четко написано, что всего четыре потока эмбеддера – это UI-раннер, GPU-раннер, IO-раннер и платформ-раннер. Соответственно, нужны они тоже под названием для общения с платформой, для IO-операций, для GPU, для растеризации и прочих, для работы шейдеров в GPU, и UI-раннер – это, собственно, наш главный поток. Поэтому обязательно подпишитесь и почитайте. Пока мы пойдем дальше. Следующий вопрос – это вопрос по тому, как вообще выбираются библиотеки, UI-библиотеки для работы с Flatter. Вот мы знаем то, что у нас есть купертина и материал. У меня вопрос следующий. Можем ли мы вообще отказаться от купертина и материал и использовать только вообще голые, я не знаю, там, голые виджеты, которые не привязаны к купертина или материалу? Есть ли у нас такая возможность во Flatter? Или мы обязаны что-то одно выбрать и чему-то одному следовать? Ну, по сути своей, купертина и материал – это просто, оно поставляет с собой, это как дополнительно, это восходит в основу, и в нем есть много дополнительных приятных виджетов, которые соблюдают как материал дизайн, так и iOS, а каждый свой соответственный. По сути своей, если, я думаю, что можно писать, не используя только материалы компоненты, но другой вопрос, насколько это целесообразно и насколько это нужно. Вот, то есть суть в том, что да, мы можем, мы можем это сделать, но тогда мы просто потеряем, во-первых, скорость разработки, а это важно, а второе, ну, все плюшики, которые нам приходят вместе с тем, что мы используем те компоненты, которые уже за нас созданы, с этим будут, ну, это просто, как я и сказал, самое главное – это скорость разработки упадет. Но мы, в принципе, можем использовать только виджеты, которые являются базой, потому что на основе этой базы написано как материал библиотека, так и iOS. Вот, то есть мы можем даже написать свою, по сути, библиотеку, используя только самые стандартные виджеты, которые не задействованы ни в материал, ни в… задействованы материалы iOS только на основе, но не используются именно созданные в материал и iOS. Вот, но насколько это нам нужно – другой уже вопрос. Окей, хорошо. Тогда перейдем к виджетам, более подробно поговорим про виджеты. У нас есть такой интересный виджет, называется scaffold. Я думаю, ты знаешь, зачем он нужен, меня интересует по нему следующий вопрос. Можно ли в пределах одной страницы использовать 2, 3, 4 scaffoldа? То есть внутрь себя их встроить, получается? Внутрь себя, либо в параллель, две колонки, например. Два элемента в одной колонке. Ну да, мы можем. Мы можем настраивать наше UI-представление как угодно. Важно понимать, что scaffold – это такой же виджет, как и другие. Просто он идет как каркас, и у нас может быть 2-3 scaffoldа, сколько угодно. Это просто еще один виджет с какими-то полями, с какими-то параметрами. Хорошо. Давай поговорим. Есть такой виджет интересный, называется placeholder. Зачем он нужен? Получается, этот виджет нам нужен для того, чтобы… Это что-то вроде заглушек. То есть, по сути своей, он нам помогает установить… Ну, вот у нас идет процесс разработки, нам, например, быстренько нужно просто что-то… Мы знаем, что здесь будет какой-то элемент, и у него будет какая-то ширина, высота, неважно. И мы просто используем наш placeholder для того, чтобы просто заполнить это пространство. Быстренько, чтобы дальше продолжить разрабатывать. Когда придет время, мы поменяем его. То есть, это что-то вроде заглушки. Хорошо. Давай поговорим про жесты. Скажи, какие жесты нам позволяет обрабатывать Flutter? Ну, в принципе, сам Flutter нам позволяет обрабатывать различные этапы. Долгие этапы, двойные этапы, просто быстрое нажатие. Потом он нам позволяет обрабатывать переносы, дракон-дропы, эффекты, после чего он позволяет нам Skull, то есть увеличение, уменьшение и пан-панорамирование. Скажи, какой самый сложный жест тебе приходилось обрабатывать на практике? Ну, на практике я бы сказал, что со сложными жестами я не работал на практике. Я в основном, ну, поскольку, в основном я работал с какими-то этапами или долгими. Прямо панорамирование я что-то не могу вспомнить, но, как на мой взгляд, один из самых непростых, из того, что я помню, когда знакомился с этим всем, это будет либо дракон-дроп, либо же само панорамирование, потому что там чуть больше кода для них надо писать. Но прямо на практике я с этим еще пока не сталкивался. Окей, хорошо. Давай поговорим про различные виды боксов во Flutter. Начнем с такого самого простого, наверное, все знают, это контейнер. Скажи, вот для чего нужен виджет-контейнер? Как ты его используешь? Что в нем есть такого? Ну, вообще, это самый ходовой виджет, я бы сказал, у меня. Для чего он нужен? Он многофункциональный, на самом деле. В нем много очень полезных полей. В нем есть такие прекрасные поля, как Padding и Merging. По сути, вся суть его в том, что у нас есть какой-то объект, неважно какой формы. Мы можем даже задавать форму нашего контейнера. Мы можем делать все круглые, можем делать все прямоугольные, можем саму свою форму нарисовать. У нас есть просто контейнер, внутри него находится какой-то объект. Важно запомнить, что это child, то есть один. И, по сути, своей контейнерной мере мы можем использовать, нужен именно для того, чтобы как-то, например, сделать, например, рамку у этого объекта сделать, сделать у него другой, фон его поменять. Потом мы можем задать Padding и Merging у нашего объекта. Таким образом, мы сможем по отношению к другим объектам, который у нас есть на нашей странице, его вставить, именно положение его. Потом, как я уже говорил, различную форму он может применять. То есть я его часто использую, то есть, например, для стилизации каких-то кнопок отдельных, потом могу использовать для каких-то своих пользовательских объектов созданий. Когда мне нужен каркас в виде прямоугольника, либо, например, круга, я всегда использую контейнер. И дальше уже использую какую-то отдельную часть, то, что мне нужно... То есть то, что в него нужно внедрить, именно объект, который по UI. Окей. Еще назову тебе три бокса. Расскажи про каждый. Первый бокс – Unconstrained бокс, второй – Overflow бокс и третий – Fitted бокс. Что-нибудь знаешь про каждый? Да, хорошо. Но начнем с Unconstrained бокс. По сути своей, этот бокс нам нужен для того, что он нам говорит... По сути своей, он связан с Overflow бокс. Суть в чем? У нас есть контейнер, у нас есть какие-то определенные размеры. Overflow бокс нам позволяет выходить за эти размеры. То есть он нам позволяет, предположим, нам пришли размеры от парента больше, чем надо, и мы можем как-то обрабатывать. Для этого мы можем использовать как Overflow бокс, так он для того, чтобы, по сути своей, выйти за рамки. А Unconstrained бокс, по-моему, он ограничивает... Он вроде бы о том же самом. То есть он говорит, это другой подход к обработке констранентов, которые выходят за наши рамки. А Fitted бокс, по сути своей, это тоже очень удобный контейнер, который нам помогает как-то вписать в наш... его чайл внутрь какой-то, ну, в какую-то область с различным эффектом. То есть там есть специальное поле фит, которое по-разному может, по сути своей, вписать на внутрь с теми настроениями, ну, с теми значениями, которыми заданы наш какой-то UI-компонент. Очень часто используется в картинках. Вот я использовал Fitted бокс в картинках для того, чтобы как-то увеличить картинку, либо, наоборот, сжать, либо немного к ней приблизиться или уменьшиться. Окей. По поводу Unconstrained бокс. Скажи, если у нас в Unconstrained бокс поместить что-то, что будет больше, чем Unconstrained бокс, будет ли ошибка? Насколько я помню, не должна быть ошибка. А тогда чем Unconstrained бокс отличается от Overflow бокс? Вот, да, я тоже прокручив в своей голове в этот момент. Overflow бокс я точно вот как-то еще приходилось использовать на практике, а вот Unconstrained бокс не могу вспомнить. Наверное, он все-таки связан с Constrained боксом чем-то, и он, наоборот, нам не позволяет тоже выходить за рамки Constraint. Точно не помню. Unconstrained бокс, он не позволяет выходить за рамки самого бокса, но при этом он убирает все Constraint, которые передавались выше. Такой правильный ответ. Хорошо. Давай перейдем, тогда пойдем дальше. Следующий вопрос – это чем Responsive отличается от Adaptive? То есть у нас есть… можем сделать наше приложение Responsive, можем сделать его Adaptive. И чем будут вот эти два понятия друг от друга отличаться? Ну, по сути своей, адаптивная UI – это тот UI, который подстраивается под какие-то изменения, подстраивается под различные экраны. То есть мы можем как делать? Мы можем либо жестко задавать какие-то наши размеры. Это будет уже Responsive. И тогда то, как мы, например, тестируем наше приложение на одном девайсе, не факт, что именно так же оно будет выглядеть на… могут быть какие-то изменения по самому внешнему. А Adaptive, он будет как-то адаптироваться. Для этого у нас есть специальный виджет, чтобы не хардкодить, не задавать определенные размеры. То есть вообще для того, чтобы создавать адаптивные экраны какие-то или адаптивные компоненты, я стараюсь использовать те же экспанденты, полумные. И если использую даже какие-то цифровые, ну, пиксели, которые я их там передаю, то они минимальные, очень небольшие, чтобы если были какие-то изменения по размерам, чтобы они были незначительные. Вот, поэтому адаптивность – это наше все, это важно, потому что пользовательский экспириенс не стоит забывать. Так, я тебя тут немного поправлю, потому что мне показалось, что ты немножко миксанул понятия. Давай начнем с адаптивности, точнее, с responsive. Responsive и Adaptive. Responsive – это приложение, которое может реагировать как-то на смену размера экрана, на повороты экрана, то есть на изменение окна, размера окна в рантайме. Или, ну да, то есть в рантайме, например, это foldable device, когда у нас может из одного экрана резко стать два, или когда мы поворачиваем приложение, у нас экран становится горизонтальным, а не вертикальным. Если наше приложение умеет на это реагировать, то это свойство responsive. Если говорить про Adaptive, то Adaptive – это не только responsive, это еще сверху мы добавляем адаптивность под конкретную операционную систему и под конкретное устройство, потому что там есть несколько видов, несколько критериев, по которым мы можем адаптировать наше приложение, можем адаптировать по операционной системе, но может себя немножко по-разному вести под разные операционные системы. Можем адаптировать под размеры экрана, можем адаптировать под конкретное устройство, потому что у нас одно устройство может быть... Разные устройства могут быть на одной операционной системе, и, допустим, мы хотим под это тоже адаптировать. Поэтому Adaptive – это просто более широкое понятие, которое включает в себя еще устройства, операционные системы и вот такие хардверные штуки. Хорошо. Следующий вопрос – это какие... Дальше продолжим немножко про адаптивность. Какие у Flutter есть возможности адаптивности для десктопа? Вот что-то у нас уже есть такое у Flutter, чтобы десктоп-пользователи себя чувствовали хорошо. С десктопом не работал, и вот, честно, я не могу сейчас вспомнить именно, чтобы были какие-то... Виджеты, скорее всего, да, уже есть под десктоп, но вот что... Не знаю, со мной десктопом приходилось еще работать. Окей, тогда я вкратце расскажу. Там достаточно много виджетов адаптировали, особенно, по-моему, с Flutter 2.2. Тоже на WTF-шоу рассказывали про это. Конкретно что? Вот, например, скролл-бары. Они же разные, получается. В десктопе у нас обычно есть возможность потянуть мышкой за скролл-бар, чтобы поскроллить. В мобильных устройствах такое есть не всегда. Адаптация есть на уровне текст филдов различных и форм. То есть у нас должен приниматься... Должна иметь возможность именно принимать системную клавиатуру, принимать команду там контрл-с, контрл-в и так далее. И также есть там возможность перехвата горячих клавиш. То есть у нас уже есть виджеты, которые позволяют там слушать какие-то комбинации клавиш, чтобы приложение на это как-то реагировало. Что еще есть? Также у нас есть адаптация уже на уровне accessibility. То есть у нас есть возможность делать наше десктоп-приложение accessible для пользователей. Вот такой вид тоже адаптации есть. Мышка, например, вот тоже популярный кейс. Ну, я думаю, все знают, что когда мы мышкой вводим по экрану, у нас иногда есть просто курсор, стрелка. Иногда у нас есть палец, когда мы можем куда-то там кликнуть. Иногда у нас есть лоудер, если что-то грузится. И, соответственно, тоже на фатере мы уже можем так управлять курсором, тоже специальными виджетами. Вот тоже один из кейсов адаптации. Окей. Наверное, про адаптивность все. Давай поговорим с тобой про такую интересную тему, как архитектура. На флатере меня интересует следующий вопрос. Как ты подходишь к выбору архитектуры в целом? Вот у тебя есть проект, есть техническое задание, либо бриф, либо просто ты уже в курсе, что нужно сделать по проекту. И как ты подойдешь к выбору архитектуры? Какую архитектуру выберешь? Какие архитектуры тебе нравятся, какие не нравятся? Ну, вот как-то так, такой вопрос. Ну, в общем, касательно выбора архитектуры, тут все зависит, во-первых, от самого проекта, от его размера и от его условий. То есть если я четко буду понимать, что у меня большое приложение, у меня много различных страниц и какие-то взаимосвязи между ними, то я вас, скорее всего, скорее всего, буду использовать какие-то... Не просто буду использовать какие-то виджеты и тот же, например, блок. Я также начну подключать по слоям. То есть буду использовать принципы клинт-архитектуры, начну разделять свое приложение по слоям и использовать его вместе с блоком в основном. Вот. Если же у меня приложение не настолько большое, у меня, предположим, есть всего пару страниц, всего три-четыре, предположим, страницы, то тогда мой выбор пойдет либо использовать, например, блок. Возможно, даже если между ними... Возможно, если так можно сделать, может быть, даже вообще не буду использовать блок, а буду использовать только родную, то есть через стейтфул, стейтлс-виджеты, inherited-виджет. Тут уже будет зависеть от того, насколько взаимосвязаны страницы и с какими данными я работаю, то есть какие данные мне нужно подтягивать под мое приложение. Вот. Поэтому тут выбор касается... Именно все зависит, если подводить итог, именно как происходит выбор. Это от размеров приложения и от целей, которые мы будем идти дальше. Если нам нужно все... У нас будет большое приложение, мы будем его поддерживать, то я точно буду разделять на какие-то слои, выносить в абстракции, чтобы в дальнейшем мне было проще дополнять мою логику и могу не только я работать в дальнейшем с этим проектом на другой программе, чтобы он мог в дальнейшем сделать дополнительные фичи. Если же я буду понимать, что этот проект маленький, то есть какой-то небольшой, предположим, наоборот, нам нужен сейчас проект, который нам нужно просто показать нашу идею. Вот у нас что-то есть, какие-то наработки надо максимально быстренько сделать. Тут я либо быстренько с блоком что-то накидаю, либо же использую Stateful Stateful Widget, а в дальнейшем уже могу перейти на какие-то все те же слои. Вот. Если говорить вообще про архитектуру в целом, то я уже перечислял. В основном, если говорить про архитектуру, то мы также касаемся вопроса State Management, и мы можем по-разному им управлять. Вот. И по сути своей, как я описал, это родное, это Inherited Widget, Stateful Stateful Widget, это комбинация. Потом мы можем также использовать потоки, то есть у нас есть прекрасный пакет RxDart, и использовать изменение состояния через потоки, то есть это часто встречается и на практике, это встречаем, да и вообще блок написан с помощью потоков, по сути своей, внутри него находятся потоки. Потом, как я и сказал, сам чаще всего использую блок. Также еще не упоминал, но могут использоваться, может использоваться GitX, то есть, в принципе, полностью на нем приложение написано, тоже можно его совмещать с различными слоями, то есть под клин архитектуру его делать. Вот. Также из того, что я еще знаком, так могу вспомнить, это вот Hook, Hook и Skype Model. Я просто, когда, в принципе, знаком с архитектурами, которые были во Flutter, и как-то читал о них, вот, но прямо на практике применять не приходилось. Чаще всего на практике применялся блок, GitX, либо же Stateful Stateless Widget. Вот. Вот ты затронул тему RxDart. Есть у нас, да, такая замечательная библиотека, как RxDart, но при этом у нас есть свои стримы на уровне Dart, на уровне Dart API. Зачем нам RxDart, если есть стрим API? Хороший вопрос. Ну, в общем, суть в чем? Да, у нас есть прекрасный стрим API, в котором есть базовая конструкция, ну, базовая работа со стримами. Но RxDart нам позволяет, он добавляет нам дополнительно, он в нем очень много классных дополнительных методов для того, чтобы как-то работать с несколькими нашими потоками. Можем их комбинировать, можем задавать им различные последовательства взаимодействия между собой. То есть, по сути, с волей, он нам добавляет дополнительные возможности. Вот. По-хорошему, по-хорошему, возможно, было бы даже круто иметь не в отдельной библиотеке, а в виде какой-то, ну, как основы. Вот. Потому что во многом, ну, в процессе разработки сталкиваемся не только с тем, что нам просто нужно какие-то данные положить в поток, о том, что нам нужно как-то совмещать эти потоки, взаимодействовать с несколькими потоками одновременно и настраивать работу между ними. Вот. Для этого RxDart подходит просто прекрасно. Хорошо. Давай еще поговорим тогда про архитектуру немного. Есть таких два популярных mid-core решения. Под mid-core я имею в виду то, что они не очень... не такие простые, как просто stateful, stateless widget, и, ну, не такие сложные, как блок или getX. Это scoped model и provider. Можешь рассказать, зачем вообще вот эти два архитектурных решения, если у нас есть блок, у нас есть inherited widget, если нужно что-то попроще, зачем нам scoped model, зачем provider, и чем они отличаются, и применял ли ты их на практике? Ну, начнем с того, что касательно провайдера, по сути своей, это немного урезанная возможность блока. Также из его проблем, насколько я помню, у него есть проблемы небольшие с производительностью, то есть не так... он слишком большую нагрузку передает, это первое. По сути своей, мы можем, да, использовать его, он тоже очень удобен, он нам помогает облегчить... он немного облегчает жизнь, если использовать его в каких-то кейзах, и в основном именно так используется провайдер, это в обновлении темы, темы во всем приложении, когда нам просто нужно полностью будет перестроить наше дерево widget. Вот. Поэтому это касательно провайдера. А вот scoped model, с ним я не работал, его... вот про его возможности не могу вспомнить. То есть там немного по-другому. Ну, там отдельные сделанные модельки, но как они устроены, не помню уже. В принципе, ответ принимается. Единственное, позволю себе не согласиться с тем, что провайдер – это урезанная версия блока. Я бы сказал, что провайдер – это улучшенная версия inherited widget. Но на блок он прям вообще не похож. Поэтому... А разве мы в провайдере все так же не оповещаем слушателя о том, что вот у нас произошло какое-то изменение, дальше мы через notify listener метод вроде бы оповещаем о том, что произошло какое-то изменение. Так также работает провайдер. И, ну, по сути своей, у нас есть блок, у нас есть какое-то изменение состояния. Если мы берем про кубиты, мы там вызываем emit через функцию. Либо же если мы берем про старый блок, там новый event, и через yield его вызываем. По сути своей провайдер использует немного другой механизм. Ну, по-другому просто вызывается, но суть остается та же. То есть у нас происходит какое-то изменение, а через метод notify listener мы оповещаем о том, что что-то поменялось. Ну, оповещение listener – это не равно создание нового состояния, которое вообще является потом элементом стрима. Здесь все-таки другой механизм. Вот. И поэтому я и говорю то, что такая основная задача провайдера все-таки нам больше похожа на основную задачу inherited widget. Это передать какую-то информацию по дереву вниз. Ну, там, и в лучшем случае как-то эту информацию иногда изменить. Но все-таки core, да, основная задача – это как задача inherited widget. Просто провайдер более удобный. Для inherited widget нам все-таки чуть больше нужно кода написать и чуть больше повозиться. Провайдер попроще для такой задачи, как передача данных по дереву вниз. Вот блок – это уже все-таки прям архитектура полноценная, с раздельными сущностями, поэтому я придерживаюсь такого мнения. Окей. Давай тогда поговорим немножко о тебе. Ладно. О тебе, да, как о разработчике. Вспомни, какая у тебя была, допустим, последний месяц самая сложная задача. Самая сложная? Надо подумать. Ну, наверное, все-таки… Ну, вообще, если все-таки вопрос обо мне, о задачах самых сложных, наверное, самая сложная задача, так или иначе, это какие-то неожиданные баги. То есть я не могу выделить прям какую-то задачу, которая вот прям затронула меня совсем. А, но есть, был один, я вспомнил, вот прям кейс, связанный с UI. Как-то мне доводилось делать галерею. И мне нужно, в общем, все в чем, у нас было приложение, у нас было несколько страниц. Была основная страница, нужен был переход на галерею. И нужно было, получается, сохранять фотографии. То есть делать, ну, как обычная галерея, там, в Телеграме или еще где-то. И я очень долго… И наши фотографии, они подгружались с какого-то сервера. И была очень долгая проблема, не мог выяснить ее в том, что когда менялись страницы, по сути своей, все равно происходила основа запроса, как будто кинозерия происходила на страницу, ну, и сами фотографии все время подгружались. В общем, они не сохранялись в дереве. Я на эту… Я очень пошел в документацию, там смотрел с Keep Alive Page, типа Keep Alive Widget, в общем, был. Его можно… Он нужен как раз… Я нашел нужный компонент, который мне помог в дальнейшем решить мою проблему, но изначально я применил его неправильно. Суть его была в том, что нужно было оборачивать не просто какое-то дерево, не просто… А именно чтобы его child, следующий ребенок, который мы хотим сохранить, был именно тем, что нам нужно. Вот именно так он работает. Хорошо именно работает. Именно так он сохраняет состояние именно определенной части, которая нам нужна была. И вот на вот это вот выяснение, на понятие того, что нужно обернуть прям фотографию, которая у нас появляется с интернета в этот Keep Alive, ушло достаточно много времени, и я долго мучился с этой задачей. Но это опыт. Теперь я буду знать, как решить такой вопрос. Вот. Но если говорить вообще про проблемы, как я говорил, начинал говорить, это про баг, то есть какой-то вот неожиданный баг, важно понимать, что без них никуда, и важно понимать сами принципы, подходы к решению бага. Ты начинаешь разбираться в каком-то коде, начинаешь смотреть его, то есть со временем, то есть когда вот в самом начале я вот встречаю баг и думаю, так, что же мне с ним делать, и начинаю просто смотреть по коду, что-то там дебажить. А сейчас уже с опытом я бы сказал, что вот можно выделить какие-то определенные принципы, подходы к решению этого бага, то есть попробовал так, попробовал так, и за счет этих принципов ускоряется, ну, фикс этих багов. Вот. И поэтому на самом деле фикс багов очень важен, потому что он в голове формирует именно подходы, благодаря которым в дальнейшем с каким бы багом ты не столкнулся, ты быстро его решишь. Это вот то, что я для себя понял за время работы. Скажи, пожалуйста, встречаются ли у тебя в работе задачи такие более абстрактные, более ответственные, такие как заложить архитектуру, например, или сделать какую-то, можно сказать, не фичу, а прям чуть ли не полприложения, то есть полноценный экран с несколькими фичами и так далее. Есть ли у тебя в работе такие задачи, и как ты к таким задачам подходишь, в принципе, с точки зрения декомпозиции? Делаешь ли ты их сам, или, например, также у тебя есть в работе кто-то, кому ты можешь поручить эти задачи? Вот расскажи про свой уровень ответственности. Ну, по сути своей, да, прям закладывать архитектуру, прям закладывать архитектуру с нуля, таких еще задач не было, правильнее сказать про архитектуру, меня просили, ну, были задачи, которые нужно было доделать, делать какой-то отдельный модуль, часть архитектуры, но не полностью ее заложить. Это если говорить про архитектурные какие-то решения. Вот, то есть как-то дополнять его, видоизменять, или, например, если в архитектуре были какие-то проблемы, нужно было ее немного изменить вот а вот касательно страниц да такие задачи были когда нужно было прям полностью создать страницу с нуля и тут подход такой начнем с того что самое главное это определить четко какие условия поставлены к моей странице какие задачи на должна выполнять и какие данные она будет подтягивать каких базы данных то есть с какими объектами с какими сущностями буду работать на этой на этой странице после этого после того как с этим определить я начну свайки я начну ее декомпозировать как-то в своей голове возможно возьму листочек начну разделять вот вот у меня есть например фигме какой-нибудь и и я просто начну разделять вот так ну вот здесь так область такая то здесь будет например вот column а в нем будут например какие-то еще элементы и так разделив их я начинаю делать такой же каркас по методам внутри своей пейджи то есть таким образом я наверстаю а после того как я наверстаю ай я начинаю уже потихоньку подключать уже либо блок либо гит x от реализации на котором я работаю то есть он начинаю подключать состояние и анти с которым она будет работать вот как то так окей спасибо за ответы и в конце у нас будет небольшой блиц ты готов да да я буду как юра дочь спрашиваю коротко ты отвечаешь не обязательно коротко поехали блок или гит x блок хорошо провайдер или инхеритет виджет провайдер явные анимации или не явные анимации не явные хорошо топ-3 лучших библиотеки во флаттер топ-3 получается подумать ладно флаттер блок точно это потом флаттер гит x все-таки архитектурки я люблю и еще это с ботом шитами есть библиотека садин шит вот когда ты поработал с ботом шитами как-то она тоже мне очень понравилось это из субъекта поэтому топ-3 и последний вопрос худшая библиотека с которой ты когда-либо сталкивался во флаттере худшая библиотека блин так сразу вспомнить не получается но наверное все я пока вот скажу что флари там флари аналитик на данном этапе это лучше что я видел понятно хорошо спасибо спасибо за ответы я думаю на этом у нас все официальная часть закончена теперь поставить дать тебе фидбэк ну начнем с того что начнем с того что я считаю что в принципе ты свой уровень middle фата разработчика подтвердил мне очень понравилось как ты отвечаешь на вопросы понравилась глубина ответов то есть ты отвечаешь большинстве случаев это хорошо ты отвечаешь не только вот на поставленный вопрос но ты как-то начинаешь даст корней говори что там в целом там языках программирование было вот так теперь вот так тенденция такая то есть это такие философские ответы показывают глубину твоих знаний и опыт в целом иногда это играет такую злую шутку то есть когда вопрос конкретный там можно было бы ответить там два три слова и ты рассказываешь целую историю на числе того как там к чему-то пришел и и принципе ответ правильный но такие ответы не позволяют нам ставить чуть больше вопросов в наше интервью вот поэтому иногда есть есть такой небольшой минус что касается там не полученных мной ответов были там моменты касательно констрейнтов и адаптивности вот такая вещь которую можно будет немножко повторить также каких-то жестких прям косяков я не могу вспомнить то есть были по разным модулям были может по одному по два вопроса где-то где ты ответил либо неполно либо не точно либо просто не ответил но это нормально что касается архитектур тоже достаточно правильно правильно ты рассуждаешь с точки зрения подбора архитектуры для конкретного проекта так дальше и что касается того что ты рассказал то что ты примерно делаешь на проекте то что задачи с которыми ты сталкиваешься задачи которые которые тебе поручают тот уровень ответственности он принципе тоже подтверждает твой уровень на некоторые вопросы да там на сеньорский вопрос ты не ответил но ничего иначе мы очень глубоко ушли в саму в разные разные штуки таких как работу фреймворка такие как архитектурные решения проектирования архитектуры так далее может быть не в этот раз когда-нибудь чуть позже в целом все было очень круто у меня по фидбэку и по вопросам все скажи пожалуйста глеб если у тебя какие-то вопросы к нам как компании или ко мне лично да есть пара вопросов первые так чем занимается ваша компания наша компания занимается флата разработкой применяем флата в продакшене оказываем услуги по флата разработки на одном из самых высоких уровней я надеюсь что в мире но на данный момент по крайней мере в восточной европе так точно вот как то так ну и второй вопрос вы мне берете да конечно мы тебя берем ты прошел интервью offer мы подготовим в течение двух секунд под собственно наш offer приглашаем вас поработать немножко преподавателем в нашу лабу в тф-лаб вы как не против я только за вот такой вот получился у нас выпуска зачем ты так делаешь не надо разминаться два ты будешь потом разминаться когда когда мы тебя возьмем вот такой вот ребята получился у нас выпуск в тф-интервью номер два я надеюсь то что глеб вас мог удивить положительном смысле этого слова ставьте лайки подписывайтесь на канал если слушаете подкаст то тоже поставьте нам лайк мы очень старались оставляйте комментарии конструктивная критика всегда приветствуются до следующего раза пока всем пока что за динозавры у тебя стоят сзади это дракон какая разница господи этом конец